В ПК власти занимаются очень конкретные проблемы. Дело в том, что если мы можем говорить, что Америка и Европа живут хорошо, то, к сожалению, даже самое малейшее изменение ситуации в мировой экономике оказывает просто катастрофическое влияние на экономическое положение России. Если все же цены на нефть падают или они не так высоки, как нужно, это сразу влияет на жизнь простых россиян. И Путин, конечно, это понимает, ему делают доклады, все эти доклады можно найти, все они опубликованы, можете знакомиться с ними, что там ему предрекают, какую ситуацию. И в связи с этим они читали нужным, так сказать, найти какие-то возможности, чтобы показать обществу, что никак нельзя бунтовать, нельзя, так сказать, открыто там выражать недовольство. Они продолжают искать эти какие-то новые методы манипулированного обществом. Ну, если вы спросите там церковь, там бедный патриарх Кирилл или эти девочки там из панк-руппы, которые выступали в церкви, делали перформанс в церкви, то это все, так сказать, несерьезно, это просто игра, чтобы отвлекать внимание от главных проблем. Это сознательно выбранный пиар-тактик, как Кремлевская администрация. Конечно, очень жаль, что решили, что вот пускать всех собак на патриарха Кирилла – это и есть спасение для Путина. Это, конечно, вызывает просто смех, но вот таковы пиар-тактика Кремля, которая была выбрана, так сказать. Но там не только, конечно, бедный патриарх Кирилл попал по, так сказать, такую интересную схему, но и другие, конечно, деятели их просто использовать, чтобы отвлекать народ от критикования правительства и президента. Но это сейчас все тактические такие вещи. Конечно, важно стратегическое развитие. Что будет с Россией дальше? Куда она будет двигаться? И вот здесь уже многие все же выражают большие сомнения в планах Владимира Владимировича Путина на его третий срок. По-прежнему все выглядит уж очень советское, все советское такое, советский менталитет, советские какие-то высказывания, советские действия. Что все это выглядит абсолютно несовременно. И это не просто какая-то там атмосфера, это все же видно в всех решениях, которые принимаются. Они несовременные, они не отвечают реально на сложившиеся ситуации и проблемы. И думается это не случайно, а танцуют от личности самого Владимира Владимировича, что он типично советский человек, ему трудно выходить из этой рамки. И результат это на том, что по-прежнему мы не видим никаких серьезных прорывов. Хотя казалось бы, власть абсолютно консолидирована. Еще несколько лет назад были огромные деньги у правительства, но никаких серьезных результатов, чтобы решать проблемы, которые перед Россией стоят, мы не видим этого. И люди опасаются, что это будет не продолжаться. Что по-прежнему элита кремлевская концентрируется только на удержании власти, а не решении каких-то серьезных проблем. И это видно, как сказать, Россия очень большая, и элита очень большая. Если смотрим бизнес-элит, она в постоянном таком состоянии недовольства, что почему руководство не в состоянии ничего решать. Это трагично даже, трагично. Потому что потенциал России хороший, как показывает опыт его ближайших соседей, вполне можно провести реформу, и никакого пошатания государственного строя не будет. Но пока вот движение вперед мы не видим. А какова ситуация в оппозиции российской? Массовая перетурбация? Ну, ах, это связано все тем же. Путин боится свою власть. Он считает, что сейчас особенно нужно быть на чеку, чтобы не было никаких волнений, чтобы там, так сказать, все ситуация была под контролем. И, конечно, под личным контролем Владимира Владимировича. Поэтому, конечно, оппозиция полностью напичкана какими-то агентами, которые тоже занимаются просто отвлеканием внимания. Потому что, если мы говорим бы серьезно о оппозиции, то серьезно оппозиция заниматься с консолидацией сил, выработать каких-то программ, работать с населением. Но ничего такого, конечно, нет. Мы видим просто какие-то скандальщики, которые разыгрываются перед публикой. И это происходит постоянно. И явно видно, что задача очень простая. Отвлекать внимание от серьезных лидеров оппозиции. Чтобы людям предлагать, как лидеры оппозиции, но незначительных людей, каких-то шелменов, а не политиков. Но ничего удивительного здесь нет. Это даже, можно сказать, старые КГБ-шни схемы. Но ничего нового здесь, конечно, нет. Но было понятно, что Путин реагирует на политические ситуации именно таким образом. Но, к сожалению, может быть, российская журналистика не объясняет эти тонкости населению. Даже оппозиционная журналистика. Хотя, я говорю, что здесь ничего нового нет. Старый метод КГБ, раскрытый уже давно-давно-давно. И можно было населению объяснить, что происходит. Но этого не происходит. К сожалению, не происходит. И поэтому пока оппозиция выглядит очень слабо. Сейчас создана партия Парнас. Она теперь официально регистрирована. Это, конечно, серьезная политическая сила, с серьезными людьми. Но я предрыгаю, что, так сказать, будет очень сложно им действовать в нырешней обстановке. Продолжение следует... Продолжение следует...